Темой этой серии будет утепление наружных откосов. Как их утеплить своими руками, рассмотрим для чего это все делается и что мы в результате получаем. Напомню, что у нас здесь панельный дом, толщина керамзитобетонных панелей 30 сантиметров. Этого крайне мало. В зиму, например, температура стены градусов 15, если приложить руку, стена очень холодная. К примеру, если за окном у нас приблизительно минус 20. Самый важный момент это вот эта вот точка. В этой точке откос всегда при большом морозе, если вы не проветриваете помещение, если у вас повышенная влажность в квартире, в этой точке окна, особенно вот здесь вот внизу и вот там вот вверху, ну обычно вот внизу, это у нас самая холодная точка, где выпадает точка росы. Там у нас начинает конденсироваться влага, заводится впоследствии грибок, краска отваливается. Все это очень прискорбно заканчивается, даже если откос сделанный. И без разницы штукатуренный откос, сделанный он из гипсокартона, из пластика, грибок будет появляться, так как там будет повышенная сырость из-за появления точки росы, выпадения точки росы. Для того, чтобы точка росы у нас сместилась вот сюда, ближе к краю стены, мы делаем утепление наружных откосов. В данном случае у нас утепление наружных откосов ведет 8 сантиметров. Кирпичный дом, к примеру, с толщиной стен в полтора, в два, в три кирпича, тоже нуждается в утеплении откосов, так как в этой точке толщина стены значения не имеет. Мороз у нас проходит вот отсюда, через окно, и с той стороны у нас опять мороз этот проявляет себя. В данном случае мы применили двухсантиметровый полистирол. Вот для примера можно посмотреть. Это экструдированный полистирол, который по плотности идет намного крепче пенопласта. Пенопласт при двухсантиметрах толщины будет очень дохлый, очень химный полистирол. Он обладает хорошей жесткостью, к нему хорошо прилипает раствор, к раствору хорошо прилипает краска. Это все на долгие годы. Видите, полистирол желательно на прогрунтованный наружный откос грунтовкой, без грунтовки, с очищенной краской, с очищенным мелом от любого покрытия, которое может отвалиться. Далее мы грутуем откос, далее мы разводим клей специально предназначенный для полистирола. В данном случае, так как у нас 8 сантиметров толщина наружного откоса, грибками он не прибивается, его надо предварительно подготовить. Подготавливается он следующим образом. Проще всего сделать насечки ножом, либо другим материалом. В одном направлении, в другом направлении. Вот сделать вот такую поверхность. К такой поверхности у нас увеличивается площадь соприкосновения материала. Поверхность получается шершавая, ребристая, за которую держится материал, в частности клей для полистирола. Так поверхность полистироля нужно подготовить с одной и с другой стороны. То есть и с наружной стороны, и с изнанки. Далее мы можем клеить полистирол как на сплошной слой клея, так и на ляпухе, так и на гребенчатый шпатель, если мы уверены в том, что у нас откос ровный. То есть не нужно на выравнивающего никакого слоя. В этом случае можно клеить и на гребенчатый шпатель. Обязательно клеим стекловолоконную сетку. Стекловолоконную сетку лучше брать максимальной плотности. Вот в данном случае сетка у нас 160 грамм на квадратный метр. Максимально толстая, крепкая. Нужно брать фасадную. Фасадные сетки, они идут все цветные. Они идут зеленые, синие, красные и так далее. Белые сетки, они разрушены. Если вы берете сетку для внутренних работ, эта сетка у вас от клея для полистирола. Она со временем разрушается. И впоследствии всех своих функций она не выполняет. То есть сетка у нас бронирует поверхность. Поверхность становится монолитной, жесткой. Препятствует она появлению трещин. И в последующем откосы будут иметь такой же вид, который вы ему придали изначально. Сетку стоит клеить не прикладывая к полистиролу и промазывая шпателем, а прошпаклевывая поверхность полистирола. И сверху утапливать нужно сетку. Это правильный способ. Только в таком случае сетка работает как армировка. Наш материал сохнет и на следующий день мы наносим второй слой. Второй слой примерно выглядит вот так вот, как этот откос. Сетку желательно, желательно для того, чтобы в последующем ваш полистирол не отлип от стены. Сетку желательно вырезать два раза длиннее. То есть 16 сантиметров, 8 сантиметров прикладываем на откос и 8 заворачиваем на стену. То есть у нас вот туда идет заворот. И у нас с помощью сетки откос, даже физически его невозможно, будет оторвать от поверхности стены, так как сетка его будет полностью скрепить с поверхностью. В последующем можно обработать терочкой на следующий день и загрунтовать. У нас можно посмотреть один откос уже законченный. Чуть-чуть сеточка, это ножом все подрежется. С наружной стороны у нас откос выглядит вот так. Сейчас мы приложим, это у нас первый прокраска. Мы сейчас на данном моменте приложим провила. И под провила аккуратно мы прокрасим, чтобы у нас была ровная линия, чтобы визуально с улицы было более-менее красиво. Опять же, здесь у нас наружных работ не ведется. Все ведется с окна. У нас достаточно высокий этаж и особо вылазить мы тоже не можем. Поэтому будет не так красиво, как если бы это сделал дело высотник. Краску. Краску необходимо брать, ну, к примеру, вот такая у нас краска. Краска фасадная, это фирма Колорит. Обычную краску для наружных работ брать нельзя. Какие минусы использования обычной краски? Минусы в том, что, в первую очередь, выгорает. Она меняет свой цвет. Если вы красите откосы в отличное от белого цвета, цвет у вас выгорит в любом случае. В последующем эта краска смывается от осадков, от внешних воздействий. Примерно года 3-4. И эта краска у вас смоется. Такое будет ощущение, как будто откос полинявший. То есть, для наружных работ следует применять только фасадную краску. Никакие краски для внутренних работ применять нельзя. Также есть люди, которые применяют на основе эмали, ПР-115 типа и так далее. Можно и такую краску применять, но она держится на сментной основе хуже. Она может частично, через время отпадать, отлипать, могут еще. Она может желтеть. Белая краска эмаль, как правило, которая идет на ацетоне, она желтеет. Со временем желтеет от ультрафиолета. Фасадная краска, она не желтеет. Она вот как белый у вас цвет. Есть, как вы задали. Этой краски изначальный цвет. Таким цветом она и будет. Перед покраской я не советую, так как в этом случае у нас получается пленка грунтовки и краска ложится тоже пленкой. Что ухудшает ее свойство по прилипанию к материалу. Лучше красить не валиком, а кистью. То есть кистью вы тем самым забиваете краску внутрь поры раствора. Краска держится намного лучше и не грунтовать. То есть, соответственно, все работы нужно проводить в теплое время года. На морозе красить нельзя, так как эта краска идет на водной основе. Фасадная краска. А краска, идущая на водной основе, соответственно, при морозе, при температуре ниже нуля или около нулевой температуры, она нормально, в первую очередь не высыхает, она будет долго сохнуть. И во вторую очередь вода, не испаряясь из краски, замерзает, образуются кристаллы льда, которые разрушают поверхности краски. И у вас в последующем будут появляться либо же микротрещины, либо же краска может попросту через время отвалиться. То же самое это касается и раствора, на который приклеивается полистирол. То есть, это все, все эти работы следует проводить только в теплое время года. В зимнее время года, в холодное время года откосы лучше не утеплять. Даже если вам советует мастер это делать и говорит, что все будет хорошо, лучше этого момента избежать. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok